Дорнада Энерджи! Дэмэдж! Ну согласитесь, называть ACDC проще. Итак, это карта Прохоровка, играю ее на среднем премиум танчике, и в чем его фишка? Фишка в том, что он постоянно носится со скоростью 57 км в час, ввиду его большой удельной мощности двигателя и крайне крутой пушки, которая пробивает 212 мм, то есть это ее пробитие обычной ББшкой, и 259 мм голдовым снарядом. Плюс еще ко всему, он очень быстро стреляет, у него где-то перезарядка порядка 6 секунд, где можно довести, я думаю, даже до 5-7 секунд, и тогда будет вам счастье. Но еще есть самая главная фишка этого танка, лично я для себя это открыл, это если на него поставить оптику, то есть просветленную оптику, то тогда этот танк превращается в настоящего светляка на 8 уровне, потому что, а, у него хорошая незаметность, б, у него хорошая, в принципе, скорость, и, с, у него есть обзор. То есть его стандартный, вроде бы, если мне не изменяет память, обзор, это 400 метров, и если на него поставить дополнительную оптику, еще на экипаж навесить всяких там плюшечек, то тогда, соответственно, мы получаем просто зрячую карету. Сейчас происходит такая ситуация на миникарте, что у нас очень большое количество союзников стоят на базе. Я бы не сказал, что это плохо, ввиду того, что, а, у нас светит АМХ-3 на З-90, там очень много танков, б, у нас в З-132 ЕС-6 продавили квадрат К3, и оттуда уже начинают подсвечивать и играть, соответственно. Я же, в свою очередь, занял, знаете, такую давнишнюю позицию в квадрате Д-4, и я ее еще увидел где-то в 2013 году, на нее вставала вспышка на Ягдтигре и разваливала. Да-да-да, были те самые бородатые времена, когда еще были актуальные Ягдтигры на таких позициях светляковых, и вспышки тоже. Итак, что я делаю вообще с этой позицией? Во-первых, потому что у меня 445 метров обзора, я пересвечиваю абсолютно всех. Но я это делаю не просто так, есть еще такая фишка, как 15 метров от кустов. Ну, думаю, многие из вас знают, потому что это бородатая тема и очень древняя. Отъезжайте от куста на 15 метров, когда он становится непрозрачным, вы можете стрелять, будучи незасвеченным. Тем самым я как бы и пользуюсь. Отъезжаю от куста на 15 метров, подъезжаю к кусту, засвечиваю кого-то, и отъезжаю от него, дабы пострелять. Тем временем я уже подсветил 1500, то есть это урон по разведанным, и сам нанес 1200. Но противников еще 12 штук осталось. И можем спокойно заметить, что мы можем стоять дальше в этом кустике и всех подсвечивать. MX1390 непонятно почему он переехал, наверное боялся того, что T49 его подсветит, но встал вместе со мной на мою позицию. Опять же, здесь такая фишка. У MXDC обзор больше, чем у MX1390, а я стою ближе, то есть в более агрессивных кустах. Соответственно, весь засвет, который будет идти, он будет идти по моему засвету. Вот, как можете убедиться на примере Т34-100. Касательно вообще передвижения противников, то у них некоторые танки зажались на базе, и некоторые танки такие, как ИС, Тигр 1, и они вот поехали, почему-то поехали на горку. Ну, на самом деле, это понятно почему. Потому что, в принципе, на базе стоять нет смысла, туда приехал ИС-6, и если ты будешь стоять на базе за этими коровниками, ты будешь банально умирать. T49 у команды противника играет очень классно, я бы так сказал, потому что, во-первых, он подсвечивает, во-вторых, он подсвечивает и получает урон, но это не очень хорошо. Но на самом деле он подсвечивает и благодаря этому выбивает нашего союзного Т29. Однако, не следует на светляках играть так агрессивно, поскольку вы получаете люлей, вы получаете по шапке, и это не всегда пригодно, потому что, если вы останетесь шотным, вы не сможете так агрессивно просвечивать, ввиду того, что коленки и пятая точка сжимаются, и как-то уже не хочется агрессивно светить, потому что вы шотный, и любая ваша неосторожность могут вам помешать. Здесь, опять же, я буду почти весь бой находиться в одной позиции, потому что она крайне кайфовая, здесь вы можете реально подсвечивать, но почему именно я уехал с этой позиции, ввиду того, что Т49 катается, и на роком, если он меня подсветит, у них еще есть очень жесткие ПТ-сау, такие как Т30, такие как Скорпион, Челленджеры я бы, конечно, не назвал, но все равно может вкинуть. Итого, сгары могут кинуть, если я подсвечусь, и могут кинуть еще ПТ-шки, которые обычно стоят в квадрате либо F7, либо в лесочке, в квадрате F8, ой, тьфу, E8, E9. Здесь, смотрите, 200 было 46 метров, но это до союзного трупа, ну и 335 метров до ИСАКа, и я даю выстрел, и он меня все равно не видит. Казалось бы, я стрелял за двойными кустами, но не тут-то было! Я даю еще один выстрел, я нахожусь в чистом поле, и он меня все равно не светит. Здесь едет Тигр первый, и что я делаю? Я даю ему урон, и не свечусь! Вуаля! Великолепные чудеса маскировки и АМХ и DC. Тем самым, по моему засвету, нанесли уже 4100 урона. То есть, Тигр и ИС умерли по моему засвету, Т34-100 умер по моему засвету. И еще по Тигру первому, который был в квадрате, Г8 тоже убили по моему засвету. Забираем здесь Т49, ввиду того, что я фуловый, а с Т30 мне поможет Объект 704, я понимаю, что будет выгодно забрать горку и Т30. Еду, в свою очередь, к Т30, сразу же чинюсь от оглушения от Крусадера, СП. Я знаю, что он по-другому читается, но мне нравится название Крусадер. Т30 ставит на каточек артиллерия, и я, в свою очередь, обновляю этот каточек. Здесь, поскольку, опять же, мои знания того, что Т30 перезарядка в районе 16-17 секунд, а у меня перезарядка в районе 5,5-6 секунд, я могу дать по Т30 несколько выстрелов. Плюс он еще был в оглушении, соответственно, его перезарядка еще сильнее увеличивается. И несложными математическими вычислениями понимаем, что Т30 мы могли дать именно 3 выстрела, а не 4, а не 2, именно 3. Так вот, убили Т30, и что остается сделать? Всего лишь добить противников. Какая бы мораль вообще сего боя, сей басни об этом бою, это в том, что не нужно, ребята, агрессивничать в таких открытых боях, как на Малиновке, как на Прохоровке. Именно, то есть, агрессивничать в принципе нужно, но не нужно постоянно рваться, вот когда кого-нибудь подсветили, дабы дать урон. Не всегда это профитно. Если вы сейчас не нанесете в данный момент урон, то это не значит, что это плохо. Это значит, что вы просто сыграли более аккуратно на открытой карте. Ввиду того, что если бы я на своем CDC стоял бы и в наглую стрелял, я бы мог просто сдохнуть. Но я бы не сказал, что я играл слишком пассивно, потому что я не просто стоял в кустике, а отъезжал назад, стрелял. Еще есть одна причина, может кто-то заметить был. Если бы у танков противника стоял бы какой-нибудь батча 12Т в квадрате ГА6, то он бы меня просветил. Но почему он там не мог стоять? Потому что АМХ 1390 наш союзник раньше приехал в кусте. Он бы успел высветить, если бы вражеский танчик стал бы тоже в кусте. Здесь я очень сильно агрессивничаю, ввиду того, что оу, домашка, надо набить, урончик, и так далее, и тому подобное. Так вот, здесь немножко пережидаю, отсвечиваюсь, и буду наносить урон по... Нет, не буду наносить урон, я уже забыл. И поеду сразу же в упорок Тигру П. Ну, надо же Санька убить и домашку на нем набить. Так вот, не обязательно агрессивничать, друзья, вы должны. Стоя как пассивный светляк, можно просто давать под свет и наносить урон, либо не наносить урон. Это, в принципе, не совсем важно, потому что в данном случае ПТ-САУ стояли на базе, и они бы урон вместо вас наносили. Но поскольку я, опять же говорю, я не был не сильно пассивный, и сам отъезжал от куста, но наносил урон. Если вы играете как пассивный светляк, будьте сдержанными. И играйте с умом. Ну, а если конкретнее, то совет таков. Ждите ошибки врага, а если тот не ошибается, пытайтесь сами разыгрывать. Если и это не получается, тогда вы безоговорочно получаете ничью. Но если вы играете пассивно, то тогда ждите все же ошибки врага. А уже после этого начинайте разыгрывать, друзья. С вами был Нир. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok